Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, сейчас хочу продолжить снимать свои запасы уходовой косметики, я засняла уже почти все, кроме масок, остались у меня маски здесь довольно-таки много, думаю будет несколько частей, ссылки на все предыдущие запасики я оставлю в прикрепленном сообщении, там очень много видео, и я не знаю, я уже сняла парфюмерию, запасы парфюмерии очень просили, я не знаю, вышло оно еще или нет, если вышло, тоже ссылку вы найдете там, не буду показывать полмаркам, просто очень много всего, и скажем так, что под рук попадет, единственное, я тут уже отделила те, которые я буду отдавать, давайте с них и начнем, в общем, это три маски, которые я не совсем поняла, я дам им второй шанс, и если опять-таки они мне не зайдут, я их со спокойной душой отдам, первая это маска-эксфолиант для лица с природной глиной, написано 35+, но стоила она 90 рублей, и за эти деньги я не жду никакого антивозрастного эффекта, и считаю, что в 24 я тоже спокойно могла бы ею пользоваться, очень классно выглядит, туба довольно-таки мягкая, конечно, производитель Беларусь брала в Ашане, мне показалось, что она очень сильно питает лицо, у меня даже, ну, как бы, какой-то жирный блеск после нее приобретала, это мне не понравилось, но я попробую использовать еще раз, я использую один или два раза, и отзыв оставлю в инстаграме на нее, и если не подойдет, я ее отдам, если она мне зайдет, то, как бы, буду пытаться пробовать, проверять действия далее. У меня язык заплетается, я извиняюсь, просто не первое видео за сегодня, у меня вообще сейчас такие дни пошли, работы много, и у меня бывает полностью день посвящен съемкам, я сниму видео 7, неделю вам выкладываю это, пока все работает, вы смотрите мои видяшки, вот, и поэтому уже язык заплетается. Вторая маска, это Натура Сибирика, моментальная для лица против усталости кожи, аналогичная ситуация, как и с предыдущей, мне показалось, что она питает лицо очень сильно, и, по-моему, именно она у меня еще и воспаление вызвала, буду пробовать еще раз, 75 мл объем, ее я брала на каких-то супер скидках, рублей за 150, что ли, вот, опять-таки, второй шанс, и, если что, отдам мамам, мамам у меня по 45-50 лет, и, думаю, им питание не повредит лишнее. Новосвит Смарт маска для лица, относительная новинка, я увидела ее в обзоре у Насти Кейк, мне нравятся ее обзоры, и, в принципе, я ей довольно-таки сильно доверяю, но мне маска не подошла, она была от нее в восторге, она ей прям супер все увлажнила, имеет гелевую текстуру с такими блесками, но на мне она не сработала, дала такое легенькое увлажнение, да, прикольно, то, что она немножечко так поблескивает, и наносится хорошо, и запах приятный, но увлажнение она дает намного меньше, чем тот же, например, гель алоэ, который на мне просто офигенно работает, не оставляет жирной пленки, но это уже, конечно, зависит от марки, и выравнивает тон лица, здесь я получила просто немножечко увлажнение, вот и все, но буду пробовать тестить дальше. Так, покажу вот такую штуку, люмине, она у меня сейчас пойдет в использование в сентябре, нужно ее закончить уже давно открыто, 100 мл впадалось в боксе, это одноминутная маска, она не застывает на лице, она глиняная, не пересушивает лицо за счет того, что не застывает до конца, и немножечко подсушивает воспаление, как ни странно, подсушивает, их успокаивает, имеет очень мелкие скрабирующие частички, то есть вы буквально на минуту, ну, я, наверное, дольше держу, я использую ее в душе, вот, и пока она действует, я там мочалюсь, потом начинаю ее смывать, и когда смываешь, заодно еще немножечко скрабируешь лицо. Скрабирующие частички здесь очень классные, деликатные, но при этом довольно-таки действующие, это не какой-то там супер нежный пилинг. Классная штука, если есть в продаже, если ее как-то перевыпустили, то советую присмотреться. Так, давайте, давайте покажу вот эту маску, я сейчас активно ею пользуюсь, и еще одну, вот эта следующая будет. Это активная крем-маска от Фуберлик, я ее чуть было не выкинула, но мне сказали, Ир, давай попользуйся, мы ее тоже сразу не поняли, и спасибо всем большое, потому что очень крутая маска, которая сужает поры. Она обещает глубокое очищение мотирования, нет, не могу этого сказать, я использую ее раз 4-5 в неделю, не меньше, если меньше, эффекта нет вообще никакого. Когда я использую 1-2 раза в неделю, я ее хотела выкинуть, а когда начала использовать через день или каждый день, я поняла, что у меня сузились поры, причем за 2 недели довольно-таки интенсивно. Классная маска, буду повторять, она здесь обещает много всего, но я именно сужение пор заметила. Насчет мотирования, мотирование это такое немножечко не то, потому что если вы умываетесь каким-то гелем или пенкой, если вы используете любую глиняную маску, у вас так и так лицо будет матовым, потому что у вас весь себум смылся, все ваши кремушки смылись, и лицо, естественно, чистое матовое. Какого-то пролонгированного эффекта эта маска не дает, в принципе, я вообще ни одну такую маску не знаю, которая мне прям матирует лицо надолго. Это больше заслуга, наверное, каких-то праймеров и матирующих кремушков, и то далеко не все работают. Поэтому хорошая штука, если вы хотите сузить поры. Не сушит лицо совершенно, поэтому могу посоветовать вообще любому типу кожи. Классная. И пропеллер, это вулканик клей, гасу плюс калин, адсорбирует загрязнение. В общем, это маска, которая просто помогает держать кожу в чистоте, она не застывает, поэтому идеально для использования в душе. То есть вы нанесли, пошли в душ, она при этом не течет прям с лица, но и не застывает, ей это не нужно. И как-то мне вообще нравится. Она очень приятно разносится, у нее хороший аромат и классная. Я брала ее рублей за 60 в Ашане, но в магазине Fightro, который я для себя недавно открыла, стоит вообще рублей 45. Классная. Просто очень классная. Дальше. Тихий час от Organic Kitchen. Я купила эту маску по отзывам ковки The Cat. Не всегда я ей верю, но эту маску я захотела попробовать. Выглядит как йогурт, пахнет как йогурт, очень вкусненько. Это скорее не маска, а питательный крем, поэтому пользоваться могу ею 1-2 раза в неделю. Тоже сейчас она у меня пойдет в Project Pen для уходовой косметики, потому что уже очень давно открыта, и ее нужно допользовать. Так, то, что в пустышках уже показывала, но лежит, потому что хочу оставить на нее отзыв в Инстаграм. Это Miss Rose Etude Organics маска очищающая пузырьковая. Имеет очень приятный аромат, розовый такой цвет. Начинает пузыриться после нанесения на кожу сразу же. Очень приятное вот это ощущение пузырьков, но сама маска как будто мне подсушила лицо, при этом нифига его не очистила. И, ну, вообще пузырьковые маски, я бы так поняла, это не мое. Да, сам эффект прикольный, но результат мне не нравится, потому что маска от Avon, например, мне вообще высушила лицо, в принципе, как и вот это. Поэтому не знаю я. Мне не понравилось, хотя сейчас пузырьковые маски это тренд, и всем они прям заходят. То, что буду выкидывать, даже никому отдавать не буду, это маска Детокс. Засвечивает вам, извиняюсь, просто у меня уже кольцевой свет стоит, у нас очень темно сегодня. Аксиологи Фаберлик маска Детокс. Очень хорошие на нее отзывы, типа очищает Детокс, при этом не пересушивает. Да, не пересушивает, она вообще какую-то непонятную пленку у меня на лице оставляет. Были, в принципе, первые впечатления, они их хорошие не считают цвета, то есть такое стекло, приятно пахнет, но имеет цвет детской неожиданности. Приятно в нанесении. Оставляет вот эту непонятную, как будто силиконистую пленку, совершенно никак не борется с воспалениями, загрязнениями и так далее. То есть эффекта ноль, не считая вот этой пленки, которая, я бы сказала, больше минус, нежели плюс какой-то. Вот, поэтому в мусорку, без сожалений. Очень многое... А, еще есть маска от Фаберлик, по-моему, даже не одна. Это Аксиологи Фаберлик, тоже линейка, очищающая маска для лица. Вот она с глиной, она мне уже нравится. Так, как вам показать? Вот, все, что обещает. Маска стоит, по-моему, не супер бюджетно, но она мне понравилась. Действительно, она немножечко успокаивает воспаление, при этом не пересушивает кожу. Но после нее все-таки хорошо нужно увлажнять лицо. Она, ну, скажем так, может подсушивать. Все равно хорошая маска. Дальше купила я вот такую маску недавно совсем. Не то, что купила, по баллам взяла. Это масло какао, спа линейка Дары Майя. Очень вкусно, говорят, это пахнет линейка с шоколадом. Я купила гель для душа. Действительно, знаете, аромат что-то средний между каким-то шоколадным кремом из круассана и какао. Очень вкусно пахнет. Если маска будет пахнуть так же, я буду очень рада. Отзывы противоречивы. Если вы ее пользовались, напишите, пожалуйста, как она вам и какой у вас тип кожи. Буду очень благодарна. Я хочу пока ее на зиму оставить. Она вон запечатана. У меня много всего есть открытого на данный момент. Так, и еще одна. Маска Эксфолиант Эйрстрим. Я ее не поняла. Пользуюсь пару раз. Тоже идет у меня в Project Pen, так сказать. И там уже посмотрим. Отзывы очень хорошие были. Это еще старая версия. Тоже нужно допользовать. Эйвен. Очень много масок Эйвен у меня. Так, так, так. Вроде из открытых все. Насчет вот этих трех масок Clear Skin. Подсушивает кожу. После них нужно очень хорошо ее увлажнять. С черными точками не борются. Просто, знаете, как разведенная глина. Если я глину с тоником разведу, получу тот же самый эффект. Пахнут немножечко спиртом. Ну, то есть, изрядно так все подсушивают. Все три. Не могу выделить ни одну. Так, дальше. Ровный тон. Это относительная новинка. Эйвен Кея линейка. 50 мл. Эффект после первого применения виден. И просто все это отметили. Но проблема в том, что через полчаса этот эффект пропадает. Сама маска очень густая. Она глиняная, действительно. Она застывает. На моем люце она застыла. Хотя многие говорят, что не застывает. Правда, да. Не до конца. Она не трескается, как обычная глина. Эффект осветления есть. Как будто вы просто светлую пудру нанесли на лицо. После того, как вы ее смываете. Но этот эффект держится полчаса. То есть, полчаса у вас действительно ровный тон. И веснушки как-то поменьше видны. У меня их очень много. Мне есть на чем проверять. И у меня есть такие пятнышки от прыщичков стареньких. Тоже немножечко осветлились. Но потом этот эффект пропадает. И все возвращается на круги своя. То есть, эффект не пролонгированный. Скажем так. Если вам полчасика, буквально в магазинчик сходить нужно. Но при этом не хотите пользоваться тональной основой. Да, неплохой вариант. Буду тестить дальше. Это пока первое применение. И такой отзыв у меня. Пара, которую советую всем абсолютно. Это и Нью Клиникал. Первая это глиняная маска защиты и восстановления. Антиоксидантная. Очень ее люблю. Здесь 50 мл стоит не бюджетно. Но это классная маска, которая успокаивает воспаление. При этом совершенно не пересушивает кожу. Вот, ну никак. Классная. Советую просто и возрастной кожи. Если вам глиняные маски нравятся и подходят. И сухой кожи. Вот, крутая. Прям крутая. После нее использую я вот такое Нью Клиникал защиты и восстановления ночная. Маска. Она идет в стекле. Такая баночка. Это гелевая субстанция с шариками. Когда разносите этот гель, шарики лопаются и гель становится более питательным. На утро после этой пары я получаю очень ровный тон лица. Напитанную кожу. Увлажненную. При этом без каких-либо воспалений. Хорошо ложится тон. И кожа в течение дня чувствует себя просто замечательно. Очень крутая пара. Советую. Новиночка у меня. Это маска для лица антиокне. Черный уголь и анис. Люблю сейчас все с черным углем. Пробую все, что вижу. Это пока не открыт. Здесь, правда, после вскрытия 12 месяцев срок. Но все равно открою я ее, наверное, только весной. Если меня прям не бомбанет. Если кто пользовался, опять-таки, будет интересно услышать ваш отзыв. У Кафе Мими очень-таки приятные баночки. Здесь стоили... 110 даже миллилитров. Стоит около 100 рублей. То есть бюджетно. Приятно пользоваться. У меня есть гель для душа от этой марки. Еще что-то. А, спрей для волос есть. В общем, прикольненько. Хочу попробовать. Будет очень интересно. Так, дальше что у меня еще? В использовании Клоран. Сос Гидро. 15 миллилитров. Тюбик хоть и большой. На самом деле здесь, наверное, раз на 5 этой маски. Может 6 увлажняющие. Буду пробовать. Я ее еще, по-моему, не открывала. Но у меня такая вроде уже была. У Клоранс просто суперкрутые пробники. Обожаю эту марку. Уважаю их уход. И считаю, что большинство средств стоит своих денег. Здесь у меня только коробка. Я не знаю, где сама масочка у меня на данный момент. Но, видимо, где-то в использовании. Это Арно. Покупала в Ритуаль. А, нет. Это мне попадалось в боксе. А еще от Арно я купила крем для лица. Для жирной кожи успокаивающей. В общем, нравятся мне оба средства. Я хочу дальше пробовать эту косметику. Насчет этой маски. Она и по внешнему виду вообще как какой-то йогурт. Опять-таки, немного напоминает мне маску Тихий час от Etude Organics. Etude Organics? От Organic Kitchen. Я их уже все путаю. Мне понравилось. Она увлажняет хорошо. И при этом еще немножечко питает. Но при этом не перебарщивая. У меня кожа потом не жирная. Она не жирнится быстрее. И поэтому я довольна. Здесь вот только упаковочка. Маска, ну, у меня там, видимо, где-то в ванной лежит. Я ею пользуюсь. Еще из открытого. Это волшебные грибы. Ночная маска для лица. Это Avon. Здесь 50 грамм. Стоит 600 рублей. Не бюджетно, казалось бы. Но она настолько густая просто. Сейчас она меня пока ждет осенью. Потому что очень сильно питает лицо. Прям очень сильно. Мне такую часто использовать нельзя. Но мне понравилось. Воспаление не вызову. При этом действительно хорошо напитала кожу. Советую. Классная маска. Масочка, которую я купила по отзывам Мисс Селена. Селена Брис. Я оставлю ссылку на ее канал. К сожалению, она сейчас не снимает видяшки. Я по ней очень скучаю. Вот. Она мне посоветовала эту маску очищающую. И она идет с аха-кислотами и экстрактом папайи. Насчет кислот. Лицо вообще никак не краснеет. Не реагирует. При этом сама маска мне понравилась. Тон лица выровненный. И я ею пользовалась, скажем так, дня через 2-3 на протяжении некоторого времени. У меня была чистая кожа. Поэтому кожа вообще никак не сушится. Выровненный тон. Нет воспаления. Что как бы еще для счастья надо мне. Вот. Поэтому я довольна. Для моей комбинированной кожи просто прелесть. Тоже хорошая маска банка. Банька Агафьи голубая очищающая. Хочу очень попробовать, по-моему, с ментолом что-то такое есть. Настя Фурса ее очень-очень прям хвалит. Она у нее в мастхеве. Маски эти стоят, ну, сейчас уже в районе 100 рублей. Я помню, их вообще по 40-60 рублей продавали. Если вы разведете опять-таки глину с тоником, вы получите то же самое. Только эта маска намного меньше сушит. Если вы как бы ленивая, то почему бы не купить эту штуку. Супер очищения не ждите. Вот. Обычная глина с тоником каким-нибудь увлажняющим. Нехорошо, неплохо. Рада, что попробовала. Потому что хвалили. И знаете, ну, не зря как бы за 100 рублей маску, которая слегка подсушивает воспаление, получить. Ну, почему бы нет. То, что попадалось у меня в боксе, это заитун очищающая маска. У меня уже два таких саше. Здесь 10 миллилитров, полная версия. Я прям запомнила, 50 миллилитров стоит 1100 рублей вроде как. Ну, то есть больше тысячи. Очень хорошая сашешка, в общем. Хочу попробовать, очень интересно. Но она, скажем так, с очень хорошим сроком годности, поэтому подождет своей очереди. Вот это, кстати, не заитун, а заитан вроде читается. Кто знает, как правильно, исправьте меня. Напишите, пожалуйста, внизу. Я вроде так слышала на каком-то их официальном сайте или в Инстаграм. H2O тоже попадалось в боксе. Это идет маска увлажняющая. Ну, ничего хорошего. На уровне с маской Тихий час, Organic Kitchen, даже еще поменьше увлажнение дает. Не советую. H2O очень хвалят многие, но, видимо, это не тот продукт. Единственная маска-пленка, которая мне нравится и которую я люблю. Знаю, что продается на Озоне рублей за 350. Мне она попадалась в боксе. Это Пулана, видимо, читается. Это пилинг-маска женьшеневая, 90 грамм. Вот. Она, во-первых, когда ее снимаешь, она не сдирается вас кожу. Это раз. Во-вторых, нет вот этого яркого запаха спирта, как обычно бывает в масках-пленках. И она очень хорошо увлажняет лицо. Лицо, действительно, увлажненное после нее, мне нравится. Глубоко очищает? Нет. Сужает поры? Нет. Почему-то мне она именно увлажнила лицо. Здесь написано, что насыщает кожу микроэлементами, витаминами и минералами. Вот. Я не знаю, как так. Мне понравилось. Я ее люблю. Так. Дальше. Фокус. То, что мне попалось совсем недавно, в боксе от Золотого яблока, я довольна. Это Виши. Я очень люблю их уход. Он мне подходит. Нет ни одного кремушка, который мне не подошел бы от этой марки. Здесь 15 мл. Очень красивая миниатюра в стекле. Вот. Такая прелесть. В общем, это, знаете, такой гель-крем. Написано, ночной спа-ритуал. Я ей еще не пользовалась, но в использовании она идет у меня сразу же, потому что я хотела посмотреть, зафольгирована она или нет, но она была не зафольгирована, и поэтому открыто уже нужно использовать. Все, что обещают. Видно вам, не видно? Вот так, наверное, лучше будет. В общем, это идет для обезвоженной чувствительной кожи со следами усталости, чувством стянутости. Вот. Буду пробовать. Посмотрим, как чему. Не знаю, новинка это у них или нет. Так. Дальше идут продукты, которые у меня абсолютно новые. Во-первых, тоже в боксе где-то попадалось. Это маска альгинатная. По-моему, продается она в Литуале. Не пробовала маски альгинатные. Я использовала только от Фаберлик. Это был очень неприятный опыт. И поэтому... Посмотрим. Скорее всего, передарю оформление. Мне очень нравятся такие приятные кругляшочки, цвета. Сплэш-маска новенькая. У меня сейчас такая в использовании. Это новая. Мне понравилась. Она хорошо увлажняет, убирает чувство стянутости. Слышала, что тут же спирт. Почему? Я просто его хочу перелить в спрей. И прям распрыскивать на лицо, чтобы не было вот этой суматохи на руку, на лицо размазать. Потом по лицу разносить. Либо как тоник буду использовать. Посмотрим. Да, есть спирт в составе. И как бы... И что вообще нормально? Спирт. Это хорошо, как я уже говорила. И здесь вроде есть какие-то кислоты. Но я не заметила ни выравнивания лица, ни каких-то покраснений. Поэтому насчет этого вообще ничего сказать не могу. Для меня это просто хороший такой тонер. Клирскен. Клирскен. Это новая маска абсолютно. Я ее буду сестренке дарить. Еще одна антиоксидантная новая. Тоже на подарок брала. Альгинатная маска опять-таки в Литуале она есть. Перечная мята. Она, по-моему, матирующая. Освежающая маска сделает вашу кожу гладкой и сияющей. Буду пользоваться. Сама не подарю никому. Маску, которую я купила и Фраше. Точнее, у меня закончилась. Я сразу же купила такую, потому что она у меня должна быть. Сеп Веджиталь. Мне вообще линейка подходит. Прикольная она. Эта маска очень хорошо подсушивает воспаление. При этом после нее обязательно нужно все-таки увлажнять лицо. Она не супер прям сушит кожу, как это делают маски от Эйвен. Но и цена у нее даже со скидкой рублей 600, наверное. 75 мл объем. Ну, как бы дороговато, откровенно говоря. Но мне нравится. Я люблю эту маску. Когда у меня кожа была проблемной, это было мое спасение. Сейчас кожа хорошая, поэтому нет у меня, скажем так, желания ее вскрывать. Она не вскрытая, она новая. И пусть пока так и лежит. Классная маска. Советую для проблемной кожи. У меня новенькие вот как раз-таки лежат маски от Пропеллер. Тоже брала в Ашане по 60 рублей. А, нет. Вот эту я взяла за 45 последний раз. А вот эту в Ашане брала за 60. Вот эту не пользовалась. За счет этого я вам уже говорила. В каком-то наборе попадалась очищающая маска пленка для лица с огурцом. Знаю, что есть прям у нее почитатели. Особенно из тех, у кого такие очень большие воспаления. Прям у Гри. Не знаю, почему ее любят. Потому что у меня, у однокрупницы, например, она постоянно своему молодому человеку покупала. Говорит, она самая классная. И он от нее в восторге. И черная маска тоже новенькая лежит. Тоже на подарок. Еще одна сплэш-маска. Две мне прислал Эйвен в подарок. Я не покупала. Эфекла. Ля Рош Пазе. Тоже в боксе попадалась. Это маска глиняная. Буду пробовать. Здесь 3 мл. Это, ну, один-два раза, наверное, и все. Я, кстати, еще не вскрывала. Даже не знаю, какая там мимишка. Либо я забыла. Ой-те, господи. У Ля Рош Пазе, я уже говорила в нескольких видео, очень отлично на мне работают пробники. Совершенно никак не работают полные версии. Полные версии летят у меня в подарок или вообще в мусорку. Ну, потому что никакие. Вот вообще никакие. Если пробник мне там и воспаление уберет, и увлажнит хорошо, то полную версию покупаешь и не получаешь ничего вообще весит. На зоне брала вот эту маску. Кора. Контроль активности сальных желез. Восстанавливающие действия. Антиоксидантный. Вравниваем тони увлажнения питания. Себобаланс. Пребиотиком я хотела взять на лето, но лето у нас такое холодное. Какой тут себобаланс? Шубу доставать надо. Поэтому маска так лежит нераспечатанная. И на подарок я брала, но передумала, подарила что-то другое. Это у нас три шага. Эксперт фарма. Химический пилинг. Потом это типа скрабика и крем с SPF восстанавливающий. Тоже все равно подарю. Я взяла их на подарок и так я их и подарю. У меня есть эта серия. Точнее была уже. Сейчас вот этот у меня лежит. Еще в старой версии я что-то его забросила. Ну, потому что много всего. Вот, очень мягкий пилинг. Действительно прям очень мягкий. Я его сначала вообще не поняла, а сейчас как бы советую для тех, кто никогда не имел дела с вот этими всякими ахакислотами и так далее. Вот. Из этой же линейки я сейчас купила. У них есть лосьон отшелушивающий. И взяла я пенку отшелушивающую. Вот. Наверное, в этой части все. В следующей части у меня будут различные тканевые маски. Спасибо вам за просмотр. Обязательно посмотрите прошлую, следующую серию. И обязательно посмотрите мои прошлые запасики. Вот. Поставьте мне лайк обязательно. Буду очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. И всем пока-пока.